Приятного аппетита! Ну, что сказать, не то что сочное, нежное мясо, и они просто тают во рту! Приятного Вам аппетита! Ну вот что можно сказать о нолиме. О нолиме, скажем Вам следующее. Это рыба из семейства тресковых, и её надо кушать как только поймали, тогда Вы только ощутите самый прелестный вкус этой рыбы. Если она у Вас полежит в холодильнике, в холодильник за солью, то, если вы начнёте что-нибудь готовить из налимых, волокна у него явно нарушится, если жарить его будет, то весь сок с него вытечет и он не будет очень вкусный. То есть только как сразу поймали, зимой сохраняем из лунки, вытащили из лунки, из лунки. и покунув маленько в воду, он покрывается льдом и так он сохраняет свой вкус некоторое время. Вот посмотрите, у него глазик, глаз, давайте рассмотрим плавник. Это плавник. Чешвы совсем нету, поэтому кожу с него для жирения даже не рекомендуется снимать. Вот плавники, вот такой хвост, хвост вот такую краску имеет. Тоже снизу плавничок такой же, явно похож на треску, как мы покупаем треску, так он и выглядит. Потом, что я ещё порекомендую? Самое вкусное, это, конечно, Макса, Максу её добавляете в уху, в самую последнюю очередь она очень нежная и быстро варится. Кроме того, у него есть щуп, не знаю, это, наверное, он именно их, когда стучишь, он воспринимает звук, может быть, даже вот таким. Видите? Ваши щупы, щупы, пасть здоровая, зубов таких нету, есть язык и вот тут по краям она шершавая. Давайте рассмотрим по краям, как щёточка, короче, идёт и сверху вот тут, вот тут как щёточка, которая даёт лимом держать добычу. Ну, теперь поговорим, как мы их жарить будем. Сразу скажу, что жабры нужно вырезать. Если у вас хрючок попал сильно налим, заглотил, то просто пальцами берёте, а убиваете его налим, как поймали, берёте запас, вот туда палец засовываете и вот так ломаете хребёт. И налим сразу ломается хребёт и налим быстро умирает. А раз он быстро умыл, значит, он будет гораздо вкуснее, чем в клеточке, когда он будет мучиться, с его клеточки мясо наполнится отрицательной энергией. Вот эту перегородку выломали аккуратно, чтобы также желчь не лопнул. Все берёте кишки берёте и вытаскиваете их. Как здесь увёртвать? Плодонам проходят и одно — ломается, как в то время высуш Antonov window пирёта. Памятый вид у меня стало granite, скоро выросли мороз. Соответственно мукоть у лопiblical для декораций супер копировки. Как ожидать, возникает, гистрнут и последний декорstep непительно круто. Возьмите, что у нас налим будет жариться, и весь сок и незаменимый амин-кислоты оставаться в нашей рыбке. Учтите, что налим будет жариться, и весь сок и незаменимый амин. Возьмите, что налим, для налим. Но также налим. Насколько, все налим, не ест выполню. Непрежная информация. вещества. И в МАКСе накапливаются питательные вещества. Потом, значит, налим где-нибудь становится под какой-нибудь кустик, веточку на мелководье, я вот сейчас на тело ловил, смотрю, бурончик подхожу, хоп, под камнем налим стоит. То есть он не питается, а питание идет у него за счет вот этого печени МАКС, то есть он там накапливает питательные вещества, поэтому она и такая целебная и вкусная. Такое, это мы все рассказали. Кожу заметим вот так мы вытащили кишки, чтобы при жрении, когда будем жарить, для луфи можно, конечно, разрезать, там без разницы, все аминокислоты попадут в бульон, а мы будем жарить. Чтобы не было нарушение волокон и весь сок остался на ней, мы все кожные покровы в луф считайте сохранили, Аккуратно вытащили кишки, вот когда мы брали и ломали, вот видите, у него сомался вот так, а там белый позвоночник сломается, то есть поймали и сразу его желательно убить. Засунем пальцем, большим пальцем, то есть позвоночник и вот такое, видите, вот тут ломается и рыбка сразу погибает. А это наподобие визиги идет, как в керлядке, видите, по-звонке. Вот такая штука. И запомните, если вы когда-то пробовали, либо значит он был не свежий, вы попробуйте его только вытащили из речки и приготовьте. Вот тогда весь вкус этой вкуснейшей рыбы вы почувствуете. Ну ладно, тогда будем жарить на масле, рафинированном, дезодорированном. И посмотрим, что у нас получится. Какая вкуснятина. Голову тоже не будем отрезать, потому что тут произойдет нарушение кожи и сок будет отсюда выходить. А так будем жарить вместе с головой. Голову потом при жарении можно не дожарить, просто потом ее отрезать, когда у нас блюдо будет готово использовать для ухи или для корма кошек. Наскадирующая рыбу, в мяс NOTH genial, потому что можно блюдо будет отдавна. , которые снижены на поверхности и не давают протекать соком, в котором находятся незаменимые амилокислоты, которые человеческий организм не может синтезировать сам. Чугунные с толстым дном до того чтобы больше тепла накопилось и когда мы положим на рима своего, чтобы тепла хватило свернуть белок полностью. А так, если это тонкое дно, теплоты будет мало и молочка не повернется полностью и будет вытекать сок из мяса-неба. Добавляем маслу на лепесток, как по-моему, замеделья с лепестка, нужно große и перестать нападение. Такая сложность, да что-то подростка, нужно обереть начать для мяса. Супчик с белыми грибами, и ещё налим. Вот так мы питаемся натуральными, таёжными дарами. Их с ain't a good. Мы заметили, что я часто готовлю мясо, поэтому мы тут и сахар. Нолкнись тысяч шел Julh лебедя 8-10 kmd-1967-9-2.5 см. Аksam 따в! Интероп podría закупиться над ручкой и度рой, и нег Turns базовый, и authorizediam льver vigas-19-1.2 min V-2047. Эта хорошая игра acontece при газопы свыше заибратора на молитве нагреве. и всю руку в бочину, а этими такого не случится. Так у нас масло прогрелось, вот красавчик какой належит из семейства тресковых. Ну что ж, будем готовить, берём и захватываем, я думаю, его будет на сковороде лежать скрученный, то есть на сковородке он будет лежать у нас маленько должен вот так, вот таким родом, и сейчас мы его в сковородку так и определим. Так пробуем, о да, масло готово, масло готово, ну вот, подвяжем его. Так, его получается распрямляет, нам надо чтобы вот так он, вот так застыл, подвяжем его. Добавляем, например, на это шутка, масло готово, управлять к вкусу, перерейти, подвяжем к нему, как их Кухонные ножницы я настрил на порционные куски мяса и перейти на субтитров. Кухонные ножницы я настрил на каресе, как все это делается, и осторожно ставить. Кухонные ножницы я на этом все остальные, и они нам надо полностью, чтобы сковорода заполнена была и масло не горело. Первый кусочек отправим, надо, чтобы масло не перепало. Огонь поменьше сделали и отправили. Вот тут кто-то так получил. Угу. Так вот. Мясо очень нежное, это вам не говядина, свинина маленечко полежала и уже побелела, значит готово. Мясо очень нежное, очень нежное, очень нежное, А готовится вообще, быстро-быстро, 28, поворачиваю, поворачиваю но для этого достаточно. Вот так потихоньку, потихоньку, тихонько перевернём. сливочный 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 смесный. уже готовы вы готовы сейчас попробую на вкус и вам скажу мясо нежное скафтавкена скоро до тепла много набрала И в том числе с первой стыдно говядиной, без первого света оставив крышку. У нас особенность с чемпионерами, чемпионанными сантиметров и каком jätte-могородными говядины. от сока, молоко, и вот так ставим. Тут для готовки рыбы всего лишь сока. Всё готово. Можно короче нарезать того, чтобы жир. Тарелочку вменяем в новенькую и достаем нашего Нагима. А в конце, в конце жарки посолим, это можете видеть соль, ток, ток, ток и ток, ток и ток и ток. овощицы, обе дипломы и починицы, вещества и мусеницы, Теопищка, белом и белый, а я не знаю, что же в dicлом буре, но и ш date грифверситет, но пищевая грифверситет в том, что только ловли у нас нужно как раз começar грифверситет, а также медленные, грифверситетет Киевики готовы, тандыр, григою, башен, пищевар, григо, 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 григо. Виталийин, лак, григо, григо, григо. Возьмем соль, подсолим, подсолим, оливковое масло жарить не стоит, тут у налима исход, и так, вкус предостаточно. Давайте дальше пробуем. Приятного аппетита! Приятного аппетита!